Rainbow English, учебник 6 класс, 1 часть, юнит 2, степ 8 и упражнение номер 5. Дополните текст, расскажите про каникулы Юры в Лондоне. Ну, нам рассказывать не придется, нам просто нужно поработать с грамматикой и поставить глаголы, которые в скобочках указаны в первой форме, в инфинитиве, надо поставить в нужную форму, то есть может быть там вторая форма или с окончанием инг, то есть нам нужно понять, какое время используется в предложении. Итак, когда Юра был в Лондоне, он посетил много чудесных мест. Тут, я думаю, вы и так поняли, что прошедшее время, глагол to be, но он без to написан здесь, be, это быть. В прошедшем времени, в past simple, превращается в два глагола. Это может быть was, может быть were, то есть это вы давно знаете. Юра один, единственное число, то есть ставится у нас was в первом случае. Он увидел лондонский Тауэр и Букингемский дворец. Он съездил в Гайдпарк и в лондонский зоопарк. Понятное дело, у нас рассказывается дальше история его посещения Англии, Лондона. Поэтому вот эти два глагола, как вы поняли по переводу, также стоят в прошедшем, то есть past simple. Глагол be у нас особенный, он у нас неправильный, то есть, как я говорила, превращается вот в эти два глагола was или were. Остальные нам нужно проверять, опять же, правильные они или неправильные глаголы. Напомню, табличка во второй части учебника в самом конце называется «неправильные глаголы». Вот там можно обнаружить их вторую колонку, это и есть вторая форма. Если глагол правильный, нам нужно будет ставить окончание идей. Итак, глагол see неправильный, глагол go неправильный, то есть у них есть особые вторые формы. Знать их очень желательно наизусть. У see – это глагол saw, а у глагола go вторая форма – это went. Всё вы сделали past simple. He saw the tower of London and Buckingham Palace. He went to Hyde Park and London Zoo. Вместе с Джоном Баркером они прогулялись по улицам Лондона. То есть, понятно, опять прошедшее время, но глагол walk у нас правильный. Значит, как я говорила, вы просто добавите окончание идей. Together with John Barker they walked in the street of London. Юра купил некоторые вещи на Оксфорд-стрит и вообще take – это брать, но если там дальше пикчик где-то на горизонте, значит фотографировать. И сделал много фотографий на Трафальгарской площади. Опять мы работаем с past simple. У нас везде пока прошедшее время. Пятый. Итак, by – глагол неправильный. То есть, видите, нужно просто тут работа с знанием его форм. Вторая форма – это bought. Take – глагол неправильный. Вторая форма – took. You were bought some things in Oxford-street and took a lot of pictures in Trafalgar Square. Мальчики провели два часа в национальной галерее, а затем have it, иметь, то есть они имели дословно, лучше сказать, у них была поездка по Лондону на красном двухэтажном автобусе. Снова везде прошедшее время. Продолжаем наш квест с воспоминанием о второй форме глагола. Итак, spend – это глагол неправильный. Вторая форма – spent. Восьмерочка – have неправильный. Ой, стоп. Семерка здесь. И восьмерочка – have неправильный. Вторая форма легкая – had. The boys spent two hours in the National Gallery and then had a trip around Лондон on a red double-deck bus. Юрия. Лав – это прям очень нравится, то есть очень понравилась столица Великобритании, и он, ну, наверное, decided решать, наверное, решил, да, в то время, решил приехать в Лондон снова когда-нибудь. Так, ну, в общем, у нас в итоге вроде как настоящего так и не было, вот всё в прошедшем. Ну да, да, тут у нас настоящее никак не сказать. Поэтому love – глагол правильный, хватит сделать вот так вот. У него второй формы нет. Decide – глагол правильный, хватит сделать вот так. То же самое, второй формы он не имеет. You were allowed to the capital of Great Britain and decided to come to London again someday. Всё, наши ответы.